Да, да, да! Ребятки, всем приветик, кем-то пока на проводе и прямо сегодня я вам расскажу про выход новой коллекции на рынок. Расскажу абсолютно всё, даже расскажу то, какой скин мы будем бустить. Так что, ребят, присаживайтесь в подобный и приятного просмотра. Ну а перед началом данного видеоролика хотел бы вам разыграть данный замечательный M9 Bayonet Frozen из новой коллекции. Вам надо всего лишь поставить лайк, подписаться на мой канал, во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс ваш ID и третье, самое главное, посмотри все видео без единой перемотки. Всем желаю удачи! На Gigi Синдов вышло свежее обновление, добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп, обновили сам сайт и группу ВК. Также добавили бесплатные подарки за пополнение, просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% к пополнению. Всем нужны ссылочки, ты найдешь в описании. Gigi Синдов мой выбор. Я просто в шоке, я уже не могу зайти на протяжении 10 минут, потому что игра просто перегружена, все пытаются купить эти скины. Но, ребята, никто не понимает, какие скины надо покупать. Прямо сейчас я вам все расскажу. Ну что же, ребятки, прямо сейчас я зашел в игру на второй мой аккаунт, потому что на первый я не мог зайти, потому что сервера просто-напросто перегружены. Прямо сейчас вперед на рынок и вперед смотреть, что же там и как. Ну что же, прямо сейчас я выбираю New Year 2021. И как мы видим, ребятки, все скины реально на рынке. Это все не кликбейт. Но перед тем, как я посмотрю и скажу, что и как, я хотел бы посмотреть, как же сильно упали другие арканы в цене. Потому что, ребята, мне очень интересно, как же повлиял выход новой коллекции на другие скины. Смотрим. Ну, в принципе, самые дорогие скины, они в цене не упали. Например, M8B.net, он стоил 8000, сейчас он стоит 6500. Это охренеть, как сильно он упал в цене. А Кэр Трэжер Хантер стоил от 16 к 1-115. То есть, в принципе, ребята, все скины довольно-таки сильно упали в цене. Но мне интересно все посмотреть, сколько же стоит ножи бабочки. 1700. Вы адекватные? Вы адекватные? А как так дешево? А пупить? Вот это да, ребята. 1300 герамбитных огласий. Яру! Яру! Просто с выходом этой коллекции разработчики испортили экономику в стендуфе. Ага, яру! Он стоил 2700. Буквально недавно смотрел 1600. На 1000 упал. А пупить? А Кэр ТХ? Я их продавал по 1600, а сейчас они стоят по 1100. Кстати, ребят, мой вам совет между нами. Если вы хотите заработать голды, я рекомендую покупать именно АКР Трэжер Хантеры и именно Орджин Коллекция. Потому что буквально спустя 2-3 недели они обратно очень сильно вырастут в цене. Ну а прямо сейчас вы просто будете в шоке. Знаете почему? Потому что, ребята, самая некрасивая коллекция это Скорпин Коллекция. Давайте-ка мы прямо сейчас просто вот... Я возьму фильтр, напишу Скорпин Коллекция и вы еще охренете, как же сильно упали ножи в цене 700 голды! Ладно, давайте дальше. Это вообще 600 голды, 650. А, пупить. За всю мою историю, пока я, ребята, являюсь ютубером по стендову, я никогда в жизни не видел, чтобы ножи падали до 600 голды. Это просто абсолютный рекорд. Мы пробили дно. Ну а сейчас я просто вообще ору. Ребят, посмотрите, сколько же стоит Ориджин Кейс. Он стоит 1000 голды. А буквально недавно он стоил 1700. Я просто в шоке. Я обращаюсь к моим подписчикам. Ребята, не надо сливать ножи, вы понимаете? Потому что многие думают так. Ножи потом ценнее надо продать. Сколько это? Они через неделю обратно вырастут. Но, ребята, не надо, не надо продавать. Вы просто руините цену и себе, и другим. Я просто в шоке. Кунай Позен 1100. Стоил 1900. Я просто в шоке. Ребят, посмотрите, насколько же сильно все обвалилось. Просто, ребят, дно пробито. А вот этот Charm, Year of Fox, это вообще новогодний брелок. Брелок стоит всего лишь 1000 голды. Это аркана, брелок аркана. Всего лишь 1000 голды, ребят. Честно говоря, очень мало. И эти брелки пока что не оправдывают свои ожидания. Ну, а теперь мы, ребятки, приступаем к самой новогодней коллекции под названием ЕА-2021. Вы скажете, где-то пока, а почему такие низкие цены? Ребят, эти цены были очень предсказуемы. По причине того, что это самый дешевый паст на рынке. Дешевле паста никогда не было. Поэтому то, что цены действительно такие дешевые, ничего удивительного. Но то, что насколько дешевое, это охренеть как удивительно. Ну что ж, давайте посмотрим. Самый красивый и самый дорогой скин из этой коллекции это М9 Байонет Фроузен. Честно говоря, я думал, что самый дорогой скин это будет какая-то аркана наклейка. Но нет, ребята. Самый дорогой скин из новогодней коллекции это М9 Байонет Фроузен. Да, базара 0, нож очень красивый. И скорее всего, я себе такой куплю. Но тем не менее, 2200 голды. Вы серьезно? 2200 голды, ребята. Короче, я вам скажу так, что надо максимально срочно что-то бустить. Потому что все скины очень сильно упали в цене. Но, ребята, знаете, что самое обидное в этой коллекции? То, что тут есть ножи с абсолютно всех коллекций. То есть, к примеру, зачем мне покупать М9 Байонет, если я могу купить М9 Байонет Фроузен за 2200? Притом это реально очень дешево. Или, например, зачем мне покупать нож с бабочкой Драгонглаз? Если я могу купить нож с бабочкой Колд Флейм, цена дешевле. Скин почти тот же самый. Ну, посмотрите сами. Ну, почти Драгонглаз почти один в один. И зачем мне покупать Драгонглаз? Ясен Пенни Драгонглаз никому уже нахрен не нужен будет. Я просто в шоке, ребята. Честно говоря, это очень нелогично. Я не понимаю, зачем разработчики это сделали. Ну, а сейчас я просто выпал. Ребят, посмотрите. G-команда Фроузен стоит 1380 голды. Это тот самый скин из трейлера. Я думал, что этот скин будет стоить, ну, 1400 голды. 1380 голды. Я просто в шоке. Ребят, давайте ради интереса сравним эту цену с обычным G-команда. Запомнили скин? Запомнили. Я ищу прямо сейчас G-команда. Смотрим. А обычный G-команда Флорал стоит 1600. Ну, то есть, разница всего лишь в 200 голды. Я вам, ребята, скажу только одно. То, что если разработчики выпустят еще парочку таких новогодних коллекций, которые будут очень похожи на обычные скины, то, к сожалению, они очень сильно заруинят цены на остальные ножи. И сейчас просто какой-то трындец. Помимо того, что скины сами по себе вышли очень похожи, по типу, рассказываю. Керамиды Драгонглэст. Видели? Запомнили. Запомнили. Ну, капец, как сильно похож на Cold Flame. Помимо того, что эти скины похожи, это уже само по себе руинит. Да еще и школьники начали сливать свои керамиды Драгонглэст и начали покупать Cold Flame. То есть, выходит такая ситуация, что старые ножи никому нахрен не нужны, а новые ножи стоят по 1000 голды. Дилемма, правда? Ребята, я вам скажу только одно, то, что цены вырастут на рынке, это 100% дело времени. Но то, что цены заруинены, это факт. Ну что ж, давайте прямо сейчас посмотрим, на чем же можно подняться, на чем же можно заработать голду. Ребят, обратите внимание на все эти наклейки и на все эти брелки. Да, сейчас они реально стоят довольно-таки дешево и они никому нахрен не нужны. Но со временем, ребят, все эти брелки, все эти наклейки, они очень сильно вырастут в цене, особенно наклейки. И лично я планирую себе закупить дохрена наклейки, по причине того, что наклейки имеют свойство заканчиваться. Значит, со временем их будет все меньше, меньше и меньше. А чем меньше скинов, то тем дороже он стоит на рынке. Поэтому я вам скажу так, мой вам совет. Если хотите немножко заработать и на трейд-голды, покупайте различные наклейки. Потому что именно благодаря наклейкам вы сможете подняться и заработать себе хоть что-то. Но надо будет подождать примерно плюс-минус пару месяцев. Ребят, самый дешевый скин в этой коллекции это MP5 Нозерн Фьюри. Да, неудивительно, потому что этот скин реально страшный, реально стрёмный. И я с ним не хочу играть, но его нахрен. Я лучше буду раздефолтным скином, чем с таким MP5. Ребятки, давайте хоть немножко поговорим о хорошем, поговорим о красивых скинах. Потому что я немножко ухожу в тильт. М16 Айронвилл. Лично мне этот скин нравится, я однозначно его куплю, потому что этот М16 мне уже немножко приелся. Смотрим дальше. Ещё, ребята, самый-самый красивый скин в этой коллекции это P350 Близзард. Вот-вот этот скин я бы реально купил, тем более цена на него очень дешёвая всего лишь на 450 голды. Это реально очень-очень дёшево. Так, ну что же, смотрим дальше. Теперь я хочу посмотреть на Арканы. MP7 Близзард. Ну, ребята, ну ёлки-палки. Моё мнение, максимум 200-300 голды. И скин красивый, базара 0. Но это MP7. С MP7 никто нахрен никогда не играет, поэтому я бы сказал, что максимум цена на этот статрек 200-300 голды. Но почему-то он стоит 1155. Ну что же, смотрим дальше. Дальше, ребятки, у нас есть медальки, есть брелки. Тут, в принципе, ничего такого красивого я не вижу. Дальше я вижу обычный MP7 Близзард. Вот такой обычный, по себе Близзард, за 300 голды я себе, возможно, и куплю. Я ещё подумаю. Ребятки, мне вот интересно ваше мнение, что вообще вы скажете по поводу выхода новой коллекции на рынок. Потому что я уже такого мнения. Лучше бы эта коллекция вообще не выходила. Прямо сейчас пишите мне в комментариях. Ну, а также, ребята, я вам обещал сказать про буст. В описании есть ссылочка на стрим. Вот именно на этом стриме я вам расскажу, какой же скин мы будем бустить. Поэтому прямо сейчас переходи на стрим. Я жду тебя там. С вами был ваш Кентуха. Обязательно подпишись, поставь лайк. Всем удачи, всем пока.